привет ребята что-то у нас давно не было про ножи ничего интересного вот но на самом деле вот как раз сегодня я думаю пришло время показать вам новый длинномер вот и познакомить вас с его устройством и истории поскольку сейчас экономика ты как переживает во многих странах не лучшие времена покупать ножи в магазинах в принципе сейчас тему которых их и так достаточно в общем-то немножко не по теме как бы получается вот и поэтому мы как-то так не очень в этом отношении как бы далеко уходим то есть мы видим такие как бы тоже по-своему бережливые люди но при этом бывают разные прикольные моменты и так этот длинный мачете латино-мачете классический был отреставрирован мастером дмитрием скалеренко специально для меня и для моего дня рождения вот и здесь я уже как бы от себя добавил его логотип sd вот это еще пока что я только начал делать к этому экскиз потому что я очень хочу чтобы эти именно вот эти мастеровые монажи как бы сохраняли свою как бы идентификацию чтобы они не были какой-то непонятный ноунейм как бы чтобы хотя бы какое-то было свидетельство вот да и действительно вот теперь хотелось бы вам показать каким он был когда его нашли он его нашел когда вы как бы был боем и во время конной тренировки насколько я понимаю вот и привез мне показать это был огромный кусок ржавчины непонятной формы вот которая была отбита ручка я предположил что скорее всего это трамантина и скорее всего это их не джангл в джангл сворд но поскольку это фултанг в принципе это может быть что угодно тем паче что нашли его именно на том месте где он должен был по идее находиться а именно там где выращивали бахчевые всякие разные культуры тыквы там арбузы и все такое мачете это длинный нож у которого обух достаточно невысокий то есть это длинные шестидесятки то есть мачете пятидесятка это достаточно маленькая мачете мачете идут это как правило от шестидесяток до даже отдельных семидесяток и восьмидесяток хотя это конечно больше похоже на меч но у меча просто спуски и вообще система конструкции немножко другая в отличие от тех мачете у меня их несколько я вот думаю сейчас я сделаю некий обзор всех своих мачете которые у меня есть в частности из них кстати большинство это cold steel этот мачете он отличается тем что это full танк полностью full танковая рукоять изначально была из какого-то пластика дмитрий и отреставрировал это стал дуб дуб самый что ни на есть вот здесь на закрыл 3 заклепках держатся две щечки вот и получился мачете латино с него сняли ржавчина но оставили вот этот благородную черноту он сейчас покрыт маслом аккуратно но эту черноту во первых уже себе дороже было снимать во первых а во вторых в этом что-то было чтобы он был такой немножко такой знаете потертый потому что все таки этому оружие не годы не два я думаю что ему хороших лет 10 вот в частности как правило они в магазинах лежат лет по 7 так что если его даже юзали буквально там два года еще сколько-то там он провалялся в земле вот и в принципе я аналогов нашел очень много даже в фильме с дани треха есть подобный экземпляр но это действительно классический вариант латино мачете вот из того что я в принципе привык видеть на мачете и здесь этого не было здесь не было темлячного отверстия просто повязал его как бы как я это делаю с обычными там спецназовскими ручками вот очень интересная вещь это нужно нужно были сделаны уже с тройным прошивом как это делают кабар как это делает муэл из очень хорошей кожи как бы я я бы сказал так что кожа по моему дороже чем сама сталь вот прошита очень аккуратно с большим с большой любовью к делу здесь идет специальный шнифт такой что кого проход чтобы завязку сам мачете чтобы он ее не перерезал как бы потому что эта штука довольно таки остро потому что сами видите что в обухе она на самом деле даже 3 миллиметров может быть и не имеет но во первых сама по себе сталюга довольно таки тяжеловатая явно это углеродка вот и явно какие то ну и конечно это не 65 г это больше я думаю скорее больше за среднее между каким-то аналогом d2 и может быть там кого-нибудь а улса 6 5 4 то есть ранее пивался трудно сказать потому что достаточно тонкая лезвие достаточно широкой при этом как бы резучесть высокая а вес у него больше чем у аналога cold steel а поэтому задается некий вопрос что что там все таки за такая сталь опять же чем это отличается от обычной риса и над этим что они есть здесь загиб назад вот и это не болу закругленным как виктор до поинтом это именно что такой вот вариант абордаж на типа абордажной сабли латино мачете как бы на в принципе это конечно такой хозбыт в каком-то плане но те кто видели фильм промах именно про мачете знают что когда заговорит мачете все остальные заткнутся и так рукоять была сделана по уже известным пропорциям то есть у меня рука всегда для нее оптимальный вариант был 13 12 сантиметров плюс на версию еще там немножко то есть 13 сантиметров получилось рукоять рукоять очень удобная я должен сказать вот и сама длина клина это от 13 до 57 то есть 10 это 47 и минус 3 получено 44 сантиметра то есть это мы имеем в общей сложности говоря 50 57 сантиметров мы имеем даже 558 я бы сказал до 58 сантиметров как бы вот такой вот столюги достаточно резучий как бы но опять же тестировать это мне нужен какой-то будет отдельный какой-то вариант я это сделаю как-то более там эти короткие видео знаете их удобно делать красиво обратите внимание еще раз на отличное качество нужен это был мне подарок на день рождения вот а логотип дмитрия я начал сейчас здесь рисовать вот я надеюсь что у меня уже в ближайшее время появится окончательная версия как это сделать вот потому что работы дмитрия я считаю в своей коллекции наиболее экзотическими потому что во первых это мастеровые вещи во вторых это вещи которые сделаны с большой любовью к ним и в третьих это именно вот когда берешь его в руки она тебе это оружие говорит я тебя буду охранять я тебе будут служить и это на ложится в руку но видите магия мастера заключается в том что он знает что бойцу нужно какое именно оружие покупали его в магазинах за большие деньги как правило мы все равно покупаем то что дают а здесь человек точно знает что тебе необходимо как бы может быть какой-нибудь сога который стоил бы под 400 евро был бы на или шейд был бы наверное как-то более крутой но я действительно вижу в мачете именно инструмент для прохождения по сайве и по джунглям поэтому основное его при как бы приспособление это рубить колючий кустарник поэтому с этим он справится отлично арбузец он тоже убьет перерубит бутылку вот очень достойная вещь для городского самурая ну не самурая но для такого латинос а то есть если мачете заговорит то заплачет все на взрыв вот такая вот вещь вот длинномер письма 60 получается с округлением а теперь с вашего позволения я расскажу о нем немножко по английски а вам желаю всего самого наилучшего особенно тем кто сейчас немножко приболел пожалуйста выздоравливайте я вас очень прошу ну что же русская часть заканчивается всем большое спасибо и ай 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 что english part of my video and here i want show you the new machete который был сделан Дмитрий Скляренко, великолепный мастер для многих моих шагов. Он делает это самим, это все его руками. Но здесь, это был гиф, я думаю, с некоторыми элементами реставрации. Это был рустый кусок стены, который был идентифицирован как мачете. И я не могу рассказать здесь картину, как это было, но это был просто рустый кусок, и здесь были шаги любого типа пластика. Это латинский мачете классический, но я думаю, что это полный рост. Может быть, это может быть Трамонтина, но может быть, это может быть что-то, которое я не знаю, может быть, это может быть... Это может быть... Может быть, это было здесь я не знаю, 30-100 лет назад, так что мы взяли растение, но мы спасли некоторые точки черного патина, окси-оксидации, потому что вы знаете, это было просто как-то вентиляционный стиль так что это латино-мачете, и это фулл-танг патина была восстановлена от Дмитрия с деревом и это было оке, я знаю, это было блэк я сделала немного, я сделала немного паркорда я не помню, это название этого но я попробую здесь мы получили две стрики, чтобы закрепить это и у нас есть слотка здесь, чтобы крючок, когда она вышла, чтобы не покрыть эту часть этой части и здесь вы можете видеть, что это было сирено с руками с три различных цветов отличные цветы все это было с руками восстановлено или восстановлено от ростового и неизвестного инструмента и это было найдено в местах, где все мелоны и ботом-мелоны растут так что это 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 как Дени Трехо я могу быть ты знаешь когда мачете говорит что можно сделать мачете в поле я люблю я с если европейна это не так esse по 6 и полов в в во в косты все но оставшись и посмотрел мы имеем 22.75 инч, 22.75, так что overall of the machete, it's a classic 30 inches, yeah 30 here, so this is a standard long for latin machete and this is a kind of restored, you know, exponent, it's a kind of history, it's a kind of weapon too, but it's a kind of tool anyway, I'm using all my machetes in my garden, so I like machete because, you know, it's not a knife, it's not a sword, but it's an awesome blade for self-defense and for to make your enemy to be scared from, and here I made the logotype for the master Sklarenko Dmitry, also it means self-dome and it means Scandinavian drama, so SD here, here, and for the last cherry from the pie we call this model Chupacabra, it's a kind of create the creature that eats from the eats or or fear, I don't know, it's kind of a modern mythology of analog worlds here, I think somebody who knows it better will know it and will say it, so this is my birthday machete, this is 50 persons of master work and also shields that we which made by the same master, great masters, amazing master and Gorgio's machete with full tongue handle and with the linear here that I made it by my hands, sorry about some mistakes when I'm talking, but I am doing my best, you know, so thank you very much for watching and let's discuss in the comments what do you think about machete and what do you think about the current machete and the test of this one will be done with a short movie and I think it must be a sunny day so I hope it will be soon so keep yourself safe and stay in touch I am not a great commenter but you can comment me so I will always answer you know and your like from me will be on his place so I will see you guys next time and have a good week see ya you